Бинарный салют, друзья! На связи инженер Спок. Сегодня у нас особенная тема, касающаяся кумиров в программировании. Мы поговорим лишь о нескольких героях, но этого будет вполне достаточно, чтобы сделать выводы о том, стоит ли слушать советы великих гуру. Поехали! В истории современного программирования есть несколько очень известных личностей, оказавших сильнейшее влияние на всю индустрию разработки программного обеспечения. Я выделил дядю Боба, он же Боб Мартин, Мартина Фаулера и Кента Бека. Все выделенные мной герои — авторы множества отличных книг. Приведу несколько примеров. Роберт Мартин написал чистый код, чистая архитектура, идеальный программист. Мартин Фаулер написал рефакторинг, шаблоны корпоративных приложений. Кент Бек, автор книг «Экстремальное программирование», шаблоны реализации корпоративных приложений. И так далее. Все эти персонажи — видные деятели, особенно в области объектно-ориентированного программирования. Много где выступали, много чего написали, а также участвовали в создании знаменитого манифеста по методологии Agile. Конечно, посмотрит вот так рядовой программист на такую величину, как Боб Мартин, и прямо рот раскрывает, жадно глотая все, что скажет великий гуру. Я уже не говорю об эффекте, который оказывают вышеозначенные личности на новичков в программировании. Короче говоря, все сказанное гуру зачастую воспринимается за истину в последней инстанции. Именно поэтому зачастую можно встретить следующий диалог между более опытным наставником в виде медла или даже синера и новобранца. Наставник, почему ты реализовал вот этот кусок кода вот именно так, новичок? Потому что Боб Мартин, фаулер кентбэк, подставьте фамилию любимого гуру, сказал, что делать именно так является лучшей практикой. В большинстве случаев советы гуру реально работающие хорошие советы, которые стоит применять на практике. Однако применять любые советы слепо – путь довольно скользкий. Особенно учитывая специфику разработки программного обеспечения, которое является инженерным ремеслом по своей сути, из-за чего практически все советы не могут рассматриваться как универсальные. Практически любой совет в инженерии ПО не является серебряной пулей и с гарантией и лучшим образом решающей какую-то проблему. Контекст решаемой проблемы порой настолько важен, что им нельзя пренебречь. И это еще не говоря о том, что гуру иногда могут давать попросту не очень хорошие советы. Как минимум за Бобом Мартином такое уже наблюдалось и не раз. Возможно, я тут сейчас подорву пуканы тех, кто свято верит в непогрешимость дяди Боба, но я просто обязан это сделать, чтобы доказать, что не стоит принимать на веру все, что говорит великий анкл Боб. Одной из самых странных книг, написанных Бобом Мартином, является книга, которую я уже упоминал в своих роликах под очень длинным названием «Принципы, паттерны, методики, гибкой разработки на языке C-Sharp». Забегая вперед, я хочу сказать, что эта книга не полный шлак и не дам вам совета ее никогда не читать. Однако я бы посоветовал отнестись к ней с настороженностью. Если честно, мне даже не придется самому критиковать эту книгу, потому что за меня это сделал еще в 2014 году широко известный в узких кругах мира дотнет-разработки Сергей Тепляков, ныне работающий в компании Microsoft. Ну, если честно, там и без критической статьи Сергея было ясно, что авторы слегка поехали крышей, но тем не менее статью написал именно Сергей. Давайте посмотрим хотя бы на парочку претензий, чтобы не быть голословными, утверждая, что не стоит слепо доверять дяде Бобу. Даже не подглядывая в статью Сергея, вспоминаю самое дикое рассуждение из книги, касающееся именования интерфейсов в C-Sharp. Дело в том, что в C-Sharp изначально была установлена конвенция о том, что все интерфейсы должны начинаться с префикса I. I can pay by credit card, I validator, IDB gateway и так далее. Дядя Боб пустился в рассуждение о том, что, мол, в Java не принято давать префиксы интерфейсам, и все это напоминает венгерскую нотацию. А признаки наличия венгерской нотации в современном мире — это мрак и ужас. Поэтому все интерфейсы в книге именуются как в Java, без богомерзкого префикса. Я вот даже не знаю, плакать или смеяться на эту тему. Боб Мартин может быть миллион раз прав про венгерскую нотацию, но если в языке есть конвенция, которой придерживаются примерно 99,9% всех программистов, то не надо лезть со своим уставом в чужой монастырь и будь любезен соблюдать конвенцию. Кстати, в одном из выпусков «Чистого кода» я уже упоминал, что даже если некое правило именования действительно нарушается, но нарушается повсеместно, то это уже не нарушение, а договоренность или конвенция, иными словами. Так вот, в C-Sharp есть вот такая вот конвенция про префикс «i» во всех интерфейсах. Чего хотел добиться Боб Мартин сказать трудно, но зато легко сказать, что ему удалось выглядеть глупо. В самом начале книги Мартин пишет «Мой опыт показывает, что программисты .NET зачастую слабее тех, что пишут на Java или C++. Понятно, что бывают исключения, однако раз за разом наблюдая за своими слушателями, я вынужден был заключить, что программисты .NET обычно хуже разбираются в методах разработки ПО, паттернах и принципах проектирования и тому подобное. Нередко случалось, что присутствовавшие программисты .NET вообще не слыхали об этих фундаментальных концепциях. Конкретно здесь нет технических советов, однако это многое говорит о какой-то извращенной логике, применяющейся Анкл Бобом как-то, видимо, избирательно. Такую чушь мог ляпнуть только человек, который от слова совсем не знаком с миром .NET разработки. .NET — это мега-популярная платформа с огромным количеством профессионалов топового уровня. Как там что дядя Боб подсчитывал, сказать очень трудно. Так что это какое-то, мягко скажем, нелепое имхо со стороны дяди Боба. Ну, иногда лучше жевать, чем говорить, если честно. Кроме этого, Боб Мартин в книге пишет юнит-тесты, которые ходят в живую базу данных. А это уже не юнит-тесты, а интеграционные тесты. Пишет юнит-тесты, которые ничего, по сути, не тестируют. Есть масса вопросов к тексту, касающемуся различных паттернов и так далее. В книге целый ворох странных рассуждений. Начитается новичок вот такой книги, а потом с пеной у рта будет всем доказывать какой-нибудь бред, от которого у опытных разработчиков будут волосы на голове шевелиться. Короче говоря, учтите, что Фаулер, Бек, Мартин — это, в конце концов, всего лишь люди, ни больше, ни меньше. Они не боги программирования, они не обладают полным знанием о программировании, а просто пытаются лучше изучить эту область, наряду со многими другими разработчиками. Безоговорочное следование их советам — это карго-культ. Обращаю внимание новичков на то, что именно вы, в первую очередь, склонны к обожествлению известных гуру. Это ведет к отказу от собственного анализа проблем, что очень вредит профессиональному развитию. Более того, бывает и так, что гуру выражает свою мысль не слишком удачно, а новичок воспринимает сказанное за чистую монету и, не понимая сути, начинает городить в коде всякую чушь. Первый и главный вывод в этом ролике — не надо слепо доверять гуру программирования. Мартин Фаулер однажды в Твиттере сказал, что множество разработчиков критикуют его идеи, но по прошествии времени все они с ним таки соглашаются и признают, что они были неправы. Я думаю, так и есть. Фаулер и дядя Боб — не рядовые программисты, конечно же. Никто всерьез не станет оспаривать их репутацию. Однако, несмотря на это, они не могут быть в курсе всех особенностей всевозможных программных проектов в мире, и их советы не могут быть серебряными пулями, применяемыми везде без оглядки. Второй вывод является следствием первого и заключается в том, что, прежде чем применять какие-то советы на практике, надо понять смысл этого совета и четко понимать, почему и как именно совет может быть применен на конкретном вашем проекте. Третий вывод касается того, как лучше вести дискуссии касательно технических моментов на проекте. Пожалуйста, когда в следующий раз будете что-то обсуждать со старшим разработчиком по проекту, не апеллируйте к громким именам, апеллируйте к логическим аргументам, которые убедительно объясняют, в чем смысл того или иного подхода и почему он хорош для решения конкретной проблемы. И финальное замечание. Да, я тут, казалось бы, слегка палил Боба Мартина какашульками, но если вы новичок, а вас окружают в компании хейтеры Боба Мартина, Фаулера и прочих гуру, которые отрицают все известные и лучшие практики, вам может показаться даже, что приводят веские аргументы. Не слушайте этих идиотов. Лучшие практики существуют, паттерны реально помогают, а код реально не должен быть засран. Если вы оказались в подобной ситуации, окруженные ярыми отрицателями лучших практик, мой вам совет, слушайте лучше пока советы Боба Мартина, и лучше криво их применяйте, пока сами все не поймете, чем слушать совсем отбитых говноделов, которым лишь бы бах-бах и в продакшн. Однажды вы по достоинству оцените абсолютно подавляющую часть советов от Мартина, Фаулера, дяди Боба и Кента Бека. Если программисты вокруг вас не пытаются логически объяснить известные и лучшие практики, а только занимаются бессмысленным хейтом, задумайтесь об их квалификации. Некоторые индивидуумы, и таких дофига и больше, в профессии могут существовать 20, а то и 30 лет, но при этом в профессиональном плане оставаться на уровне плинтуса. Ну и да, из таких компаний, где вас ничему хорошему не научат, лучше бежать сломя голову. Не тратьте понапрасну свое время. До новых встреч. Подписывайтесь и ставьте колокольчик, а комменты пишите под видео. Если не подпишешься, вычислю по IP.